Даже на праздник по случаю своего профессионального дня харьковские спасатели идут в спецодежде. Здесь привыкли быть на чеку. Тревожный звонок может прозвучать в любой момент. Группы выезжают на задания по 30-40 раз в день, а за год таких выездов набирается почти 8 тысяч. Отмечать День спасателя в этом году решили скромные без увеселительных мероприятий. Время не то. В начале минута молчания в памяти погибших на службе, потом гимн и сразу переходит к награждениям. Служу хаальскому народу. 11 человек получают новые звания, остальные – грамоты и благодарности. У Владимира Задорожного 17 лет стажа. Причем другое взаимопонимание в бригаде – то, без чего не обойти спасателю, признается мужчина. И делится профессиональной приметой – если в новой форме заступишь на дежурство, обязательно поедешь на пожар. Владимир говорит, почти за два десятка лет успел повидать многое – и взрывы, и природные катастрофы. Но самое страшное задание пришлось выполнять в конце июля. Страшнее, но это было, когда разрушали трупы с Боингом. Там просто это… я видел-видел, но такого еще не видел. Просто это… ну, не знаю, передать даже невозможно. Ну, а так такое все. Как говорится, надо бояться живых, а не мертвых. В последние месяцы у харьковских спасателей работы значительно прибавилось, говорит начальник главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области Павел Одарюк. Очень много наших спасателей работали не только на территории нашей Харьковской области, но и оказывают помощь и на территории Донецкой и Луганской области, где занимаются и разминированием территории. Если раньше взрывотехникам приходилось работать с боеприпасами времен Второй мировой, то сейчас с современными гораздо более мощными, например, от систем залпового огня ГРАД. Это сложная изматывающая работа, нужна постоянная ротация. Поэтому в зоне АТО уже побывало немало харьковских спасателей. Кроме того, работники службы по чрезвычайным ситуациям теперь помогают и вынужденным переселенцам. Вместе с волонтерами занимаются их расселением, оказывают психологическую помощь, в которой особенно нуждаются дети. Которые приехали в мае, да, конечно, очень много красного, очень много стрельба, разрушенные дома, то есть рисуют. Сейчас детки рисуют солнышки, цветочки, то есть мама с папой с улыбками, то есть детки уже идут на поправку. Профессиональный праздник спасателей отмечают одновременно с Днем иконы неопалимой купины, которая приписывает чудодейственную силу защиты от огня. Поэтому поздравить чрезвычайника пришли представители церкви. Правда, целую стопку грамот вручить не удалось. Награжденные получат их, когда вернутся заданий. К слову, сейчас в зоне АТО находится около 10 харьковских спасателей. Алена Сорога, Геннадий Бойков, агентство телевидения новости.